Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите меня. Если вы первый раз на моем канале, меня зовут Натали. В этом видео я покажу, как я сделала такой макияж в описании и напишу список продуктов, которые я использовала. Если интересно, продолжайте смотреть. Перед нанесением тонального крема я наношу подсвечивающий праймер от L'Oreal. В нем есть мелкие частички, которые предают здоровое сияние кожи. Также он мне нравится тем, что он увлажняет кожу на весь день. Пока что лучшего увлажняющего праймера я не нашла для себя. Теперь я наношу тональный крем Too Faced, один из моих любимых тональных кремов. Его я покупаю уже не один раз. Он мне нравится своей легкой текстурой, которая не сушит кожу, наоборот, и дает мне свежий увлажненный вид. И еще он хорошо скрывает все недостатки кожи. Всегда перед нанесением теней я использую праймер. Он поможет лучше растушевывать тени и зафиксирует их. Таким образом тени будут лучше держаться и не будут просыпаться. Как вы уже заметили, я буду использовать палетку теней от Morphe совместно с крутым блогером, бьюти-блогером Jekyll Hill. Эта палетка наделала много шумихи вокруг себя. И еще не так давно ее купить было не так легко. И это все не просто так, потому что качество теней реально крутое. И цена для такой палетки с 35 тенями очень заманчивая. Я нанесла светлые тени на все подвижное веко, теперь затемняю складку верхнего века. Прорисовываю складку не полностью, а до половины. И буду растушевывать в направлении внутреннего уголка глаза. Обратите внимание, при растушевке теней не нужно размазывать тени по всему глазу, а только стирать границы, чтобы получился плавный переход. Субтитры сделал DimaTorzok Я беру темнее оттенок теней и затемняю внешний уголок глаза. И тоже хорошо растушевываю, чтобы получить плавный переход между цветами. Я беру обычный черный карандаш, рисую стрелку вдоль роста ресниц. Теперь кисточка растушевываю, и таким образом стрелка получится более легкой. Этим же карандашом я прорисовываю слизостью глаза, так и еще сильнее выделю глаза. Еще очень важный этап для меня это реснички. Куда же без них, ведь они так круто подчеркивают глаза и реально придают какой-то загадочный, завораживающий взгляд. Вот такими мерцающими серебристыми тенями я высветлю уголок глаза. Для бровей я использую помадку от Milani, наношу я скошенной кистью. Прорисовываю по контуру, затем рисую волоски. Обратите внимание, что основание брови должно быть светлее хвостя, поэтому у основания я только подчеркиваю бровь снизу. Можно также добавить пару волосинок. Теперь прочесываем бровь щеточкой, так она будет более естественной и мягкой. Теперь переходим к консилеру, у меня Tarte, это мастер номер один сейчас. Он у меня уже заканчивается и скорее всего возьму его еще раз. Наносить консилер под глаза правильно треугольником, также это поможет скрыть покраснение возле носа, у кого они есть. Растушевываю я блютиблендером, к нему у меня особая любовь и никакая кисточка не сравнится с ним. Он действительно круто выполняет свою работу. Заметьте, тушую я прихлопывающим движением. Это очень важно, потому что если вы будете размазывать им по лицу, могут быть неровности. Теперь прокрашиваю немного ресницы тушью от Too Faced. Когда красите ресницы, прокручивайте кисть немного, так вы подкрутите ресницы. Теперь я сконтурирую немного свое лицо с помощью бронзера. У меня бронзер от Physicians Formula, у него очень естественный легкий оттенок. Обычно я затемняю в области скул и лба. Не забывайте хорошо растушевывать кистью, это 50% успеха в макияже. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я придам здоровый и свежий цвет лицу с помощью румян от Milani. Наносим их на яблочки щек и также хорошо растушевываем. Обычно я использую натуральные оттенки помад, но сегодня я решила поэкспериментировать и взяла более темный. Кстати, напишите в комментариях, как мне с таким оттенком. Интересно узнать ваше мнение. И, наконец-то, последний штрих – это хайлайтер. Наношу я его на скулу. Хайлайтер у меня от NYX. Неплохой, но, в принципе, еще что-то лучше. Спасибо всем огромное за просмотр. Если хотите поддержать меня, подписывайтесь на канал, оставьте комментарий и лайк. Пока-пока!